Раз в году члены национальной команды по вольной борьбе собираются в Москве для получения экипировки. В этом году ребята пожаловали в столицу сразу по окончании чемпионата России в Сочи. И сразу окунулись в атмосферу позитива, которую ваш корреспондент попытался развить. Благо это было не сложно. Не каждый день одеваешься с ног до головы в главном спортивном ведомстве. Ну а то, что борцы люди с юмором, общеизвестный факт, что и подтверждает данный сюжет. Приятно и с полезным, как говорится, сочетаемым. Самый большой, наверное, нанесет самое большое количество сумок. Больше двух не осилил. У этих тоже подлип, спасибо. Заур, а тебя что, обделяют? Не одевают? Одевают, конечно. Жду пока, жду. Или тебе сказали, что раз на Евроиграх оделся, все, хватит дать на полгода? Лучше форвард одел. А за спорт или же вот это форвард? Ну, блин, лучше футболская вообще была. А так, и это пойдет. Ну, сейчас как раз выйдет Давид Баев, и я думаю, тебе будет, что сказать про этого парня. Да, за него много, что можно сказать. У него хорошие качества, как человеческие, как и спортсмены. Очень хорошие качества. Работал хорошо и показал. Вот он, наш герой. Чемпион России новоиспеченный Давид Баев. Давид, ну что, помнишь, пять месяцев назад вы как раз за Орбеком Седяковым стояли? Тогда, правда, он был победителем. Теперь вы ролями поменялись, ты стал чемпионом России. Ну, что-то я на тебе не вижу новой экипировки. Да, я редко учить трубку нашел. Еще не забрал. Ты решил отказаться, что ли? Не будешь примирать? Не, беру. У нас дома. Еще есть вещи, которые можно носить. Или у тебя так много вещей, что придется грузчиков нанимать? Все обращайтесь, он шедрый человек. Можешь подарить ворот. Чай, чтобы много не было, слишком. Завр, у Алана 3ХЛ. У тебя какой размер? Элька? На Эльку. М-ка чуть свободная, если маленькая, то М-ку беру. У тебя, в принципе, так же и с весом, да? Ты можешь туда и туда перейти по столу. Три весом. Полгода назад ты сказал, что действительно этот парень будет демонстрирует яркую, красивую борьбу, и у него большие перспективы. Он оправдал твои надежды? Я ничего не скажу. Ты тогда сказал, что он тебя 8-0 выигрывает на тренировочную спадку. Потом бензит заканчивается. И что потом? 9-8-10, если вот так. То есть все заканчивается и потом? В один балл. Ты не боишься? Тебе не тревожно это в свою местную сборную? Тут парень подбирается. Пока не задумывался. Вот эта схватка с Розамбеком, Жамалом, Давида Баева в финале. Это самая красивая. И Розамбек тоже очень перспективный, одаренный. Он и работает неплохо. Я, как сказал, когда он будет выходить, я буду молиться за тебя. Я так и сделал. Когда он перевел и еще скрестить сделал, тогда уже я уверен был. Ты ему там что-то кричал с трибун, да? Что ему надо делать? Нет, но он все знает. Ему не надо, я думаю, консказать. Просто так. Винчи надо создавать. Два крепких парня. Баттербек Сакуловый, Алан Хугаев с трудом справляются с сумкой. Приходится прикладывать всю свою силу, чтобы застегнуть сумку. А ты говоришь, если там как тренировка, все пропотели уже. Ее надо было тоже на чемпионат России отправлять, наверное? А мне там хватает соперника. Без этих сумок. Кого тяжелее было толкать? Сумку или Бороуза? Сумку. Джордан и Шамиза подготовили? Да, позавал. В целом магазине можно уже открыть, скоро. Можно торговать, да? Да. Отдавать можно еще. Когда получаешь форму, настроение поднимается, да? Да, приятно. Эмоции после завершившегося чемпионата России в Сочи? План не выполнил, и чуть обидно. Третьим был уже в прошлом году, и как-то неприятно. Получается, на месте стою, и хочется больше все равно. Анзор, если я не ошибаюсь, ты не пропускал ни одного чемпионата России, да? Не прописывай. Цель такой не ставил, да, на протяжении 15 лет, например? Нет, такой цели не было, но так получилось. Накопилось, как говорится. Ну, доволен, но хотелось выиграть этот чемпионат, этот опасный чемпионат мира. Ну, так сложилось, что проиграл. Чего не хватило? Есть понимание? Сфереста не хватило. Чуть такой уставший был, но... Ну, пока главное есть, хочу еще пробовать. Позволь себе сделать комплимент. Ты с каждым годом, по-моему, выглядишь моложе. Может, ты попробовать 86? Ну, можно попробовать, но... Сейчас, по новым правилам, не знаю, как будет организм себя вестей после гонки. А так я с таким же весом постоянно гонял на 86, ну, на 84 гонял. После Римхана Хизриева двойная нагрузка. Он берет не только свою форму, но и форму брата, который с ним не прилетел. Форма-то не маленькая моя. Тут поддержка есть у него со стороны. Ну, если бы они такие еще неудобные поднимать, я думаю. Устану вытягивать с ними можно? Да, нет, такие зоны тяжелые, для тяжелого мало. С руки поднимать не проблема. Приятно то, что я первый раз ее получаю, честно говоря. Хотя и по молодежи был в сборную, там на Европу ездил. Ну, форму никак не удавалось получить. Честно, вот трениваться, да, вот это нормальная система. Анзора сумка, она больше по размерам, чем твоя? Ну, я одинаковые размеры специально взял. Ну, ногам чуть побольше, по-моему, у него нога, короче. Хотя у тебя, по-моему, вес больше, чем у Анзора. Да, а несколько килограммов больше. Ну, это чистая, жир. Брат, какую оценку поставил за чемпионат России тебя? Туда только, даже не четыре, даже на пять. Весла как поживают, когда вы в Питере там ездили, я видел, попали в наводнение? Не продали еще? Сейчас там уже все нормально, такого никогда не видел, честно говоря. Ну, наводнение реальное, короче. С плаванием у вас все в порядке, поэтому если что-то, не потерялись бы. Антон, все у нас достаточно. После, по-моему, якутского куплямира, в котором у тебя была блестящая форма, вот если сравнивать с той формой, где было лучше тогда или как ты думаешь сейчас? Я думаю, лучше был тогда. Тогда у меня просто все получалось, борьба шла. Что нужно сделать, чтобы вернуть вот ту форму? Надо сплыхать, надо триматься, надо слушать брата старшего. Я думаю, все получится у нас. Вы придете работать? Сейчас. Убраться и бахать. Вячеслав Абдусаламов. Специально для Федерации спортивной борьбы России.